Благая Весть Благая Весть Благая Весть вход Господа в Иерусалим. Эта служба богослужением, она показывает смысл всего события. То есть мы говорим «Отпусти, что гряды Господь на вольную страсть». То есть идет Господь на вольное страдание ради каждого из нас. Но здесь необходимо немножко остановиться, потому что почему Христос пошел на вольную страсть, и вообще Бог пошел на вольную страсть, на свое свободное страдание ради каждого из нас. Если Он был Царь и Бог, и, собственно говоря, Он это мог бы сделать, не прикладывая никаких усилий. Но важно здесь отметить, что все-таки Господь избирает путь жертвенной любви, которая показывает, что Царь — это не тот, который где-то там за облаками служит и подчиняет все человеческое, а Царь — это тот, который готов послужить человеку. А как, собственно, Христос пришел в мир, чтобы послужить человеку, мы это видим, исцеляя болящих до того, как Он идет на вольную страсть, Он проповедует, говорит о нравственности, показывает черствость иерусалимского народа, в частности и иерархи, и иудейских иерархов. Он обличает их и призывает к тому, чтобы случилась какая-то перемена. Показав нравственный путь, Он еще показывает, что очень важно взаимоотношение человека с Богом, личное. И, идя на вольное страдание, Господь тем самым показывает, что Он — Царь превосходной степени, что Он не просто, как я уже сказал, где-то там, но Он показывает, что тот человек, который действительно может называться Царем, это тот, который не просто управляет своим народом, но готов пожертвовать ради своего народа даже драгоценной своей жизни. Ну, естественно, Бог — человек, поэтому человеческую жизнью, хотя божественно, никогда не умирало. Это мы видим и наблюдаем на протяжении всей Страстной Седмицы в чтении Священного Писания. И зачем Господь это делает? Мы помним, что Адам и Ева были исключены из рая. Каким образом? Они сами себя удалили. Они, нарушив заповедь, нарушив эту заповедь, удалились от Бога, были изнаны из рая, и возможность войти в этот рай, в Царство Божие, было закрыто для наших прародителей, впоследствии всего человечества. То есть после смерти человек никогда не возвращался в это райское селение, никогда не возвращается к Богу. И Господь идёт на жертву, посылая своего Сына Единородного, который является Мессией, а иудейский народ Мессию ждал всё-таки как земного царя, который царство земное восставит на всей земле, иудейское царство именно. То есть иудеи были тщеславны этим выражением, что придёт Мессия, как земной царь, который из иго римской империи освободит, и более того дарует и свободу земную, и царство, и не будет предела. Господь же пришёл для того, чтобы подарить Царство Небесное, вот это возвращение в райское селение человека. И каким образом это делает? Он идёт самовольно на страдания, после смерти как человека, душа, по сути говоря, которая попадает Господа, получается, в ад, в то место, где находились все в то время после, и разрушает узы ада. То есть своим смертью и воскресением впоследствии Он разрушает узы ада и даёт возможность всем праведным выйти из этого состояния, из этого места и приблизиться к Царству Божию. Поэтому для нас очень важно то страдание и смерть, и, собственно, как венец всего воскресения, которое позволяет каждому человеку, исходя из своего выбора личного, опять возвратиться в это потерянное Отечество, некогда в Отечество Небесное. То есть не сопереживая в это время Христу, не сопереживая вместе с Ним, не проходя эти события, человек, христианин, не сможет полноценно ощутить и вот ту действительно радость и значимость именно воскресения самого, я так понимаю. Да, естественно, потому что чёрствость души человеческой, она настолько бывает глубока, что даже не напоминая себе элементарных вещей, человек впоследствии не может совершать адекватные поступки. Грубо говоря, мы же многие знаем, грех чревоугодия, к примеру, он разрушает тело человека. И этот человек понимает. Порой даже приобретая определённую болезнь, и зная, что её нельзя, к примеру, чего угодничать, он всё равно начинает забывать, и если он себе не напоминает, он совершает этот грех. Так и здесь, собственно, напоминание себе о страданиях Господа из Его воскресения, оно должно нас символить тому, чтобы действительно для нас Христос пришёл и для нас воскрес. И те страдания, которые совершились, мы пропустили через своё собственное сердце с целью прежде всего поменять себя. То есть дать ответ на эту любовь Божию, взаимность, той же любовью. Господь говорит, потому узнают, что и вы, мои ученики, если будет между вами любовь. Вот это самое главное в жизни, я считаю, каждого христианина, да и человека в целом. Ну, наше время приносит немало различных знамений. Вот одно из них, может быть, его как знамени можно рассматривать, такое непростое время, которое вот выпало на этот Великий пост, на стартовую седмицу и на эту весну, так скажем, время такой пандемии всеобщей, мировой. Кажется, что уже ничего подобного вроде бы как в ближайшее время не было в истории, особенно в истории церкви. Однако вот случались ведь и эпидемии холеры, хотя это было и довольно продолжительное время назад, но суть этих всех событий была, в принципе, одна. И вот как действовала церковь в таких ситуациях? Закрывались ли абсолютно храмы, прекращалась ли молитва, или она приостанавливалась? Совершались ли какие-то действия, как крестные ходы, особые молитвословия какие-то? Или вот что нам говорит история в этом плане? Ну, необходимо обратить внимание на такие годы, как 1830 год, 1847, 1848, 1855. Именно я беру сейчас город-столицу нашей страны, город Москва, где, собственно, был митрополит, филарет Дроздов. И что надо отметить, что для христианина, для каждого христианина, мы понимаем, что рано или поздно нам принадлежит, будет оставить этот мир. То есть для христианина перенести подобные вещи легче, чем человеку, который называет себя неверующим. Потому что надежды нет у человека. То есть смертью заканчивается у человека всё. У нас есть надежда, надежда на жизнь вечную. То есть и при филарете Дроздове, когда это случалось, когда там было 300 тысяч, по-моему, жило людей в Москве всего лишь, и при этом ежедневно по 100-300 человек умирало, при этом богослужения, конечно же, шли своим чередом, храмы не закрывались, ну, если брать исторические. Наоборот, святитель Филарет призывал к тому, что в такие периоды надо сугубо молиться, потому что, как он считал, что всё-таки такие случаи, пандемии, да, современное такое выражение, вот, это следствие грехопадения человеческого, всеобщего грехопадения. И в частности, он связывал это с священным писанием, с Соломопецов Давидом, который царем был, да, иудейским, и он всё-таки впал в гордость и славе. Он начал считать свои войска, думая, что всё, все войны, всё он победит всех врагов, что он пойдёт на все, на все войны захватить ещё землю. И Господь потом через ангела посылает ему на выбор наказания. Одно из наказаний было как раз мор, которое и он, по сути говоря, выбирает. И израильский народ начинает умирать, но там определённое время было в день. То есть, и он прослезился, начал каяться, и Господь укротил время страдания израильского народа на то время. То есть, он, ссылаясь на эти события, говорит о том, что нам тоже, прежде всего, необходимо возносить свои молитвы, каяться в свои согрешения. А покаяние, оно предполагает не просто там какие-то внешние действия, но это внутренняя жизнь человека, насколько он действительно меняет свою жизнь в лучшую сторону. До и после. То есть, мы должны себе задавать вопрос. Вот. Но и при этом были установлены в разные периоды времени даже особые причастия. Так же, как, собственно, по рекомендациям сегодняшней патриархии, да, и нашего митрополита, приблизительно тоже мы совершаем. что касается холеры, то в то время при митрополите Филарете, опять же, это новая была болезнь, никто ее не знал, как лечить, и считалось, что дезинфекцией является, когда мы обдаем себя дымом, вот таким образом себя обрабатывали, то есть, средства дезинфекции в той или иной степени, они какие-то были присутствующие. Тоже применялись. Да, то есть, это ничего не чуждо человеку, потому что человеческое тело это все-таки дар Божий, вообще жизнь человеческая это дар Божий, и небрежное отношение к этому дару Божию тоже является греховным в понятии церковной жизни, да, поэтому и каждый из нас должен прислушиваться, если те или иные средства дезинфекции, они необходимы в плане ограничения себя от инфекции, то этими мы должны пользоваться, памятая, что все-таки жизнь человеческая и дорогого стоит. Вот, ну а что касается исповеди причастия, то, конечно же, там всегда было доступно даже в период таких острых вспышек, даже царь Николай первый в это время он приезжал, не побоялся посетить Москву в период яркой вспышки этой холеры, и более того, жертвовал свои средства на того, чтобы создать какие-то благотворительные организации, в частности, где волонтеры помогали тем людям, которые особенно нуждались в помощь в то время. Я думаю, что это очень яркий пример для того, как мы должны себя вести в такой сложный промежуток времени. Это касается каждого из нас. Ну и хотел бы, конечно же, привести пример того, что очень важно было, что мы совершали, собственно, что все эти эпидемии, они сопровождались крестными ходами вокруг тех или иных поселений или городов. В частности, мы знаем, что у нас совершили мы каждое свое поселение крестный ход с молитвом о том, чтобы прекратилось смертное поветрие над нашими городами, над нашим округом. Мы вот знаем, что владыка... Воздушный крестный ход совершался. Да, владыка. Автомобильные ходы во всех поселениях. То есть для нас сегодня это легко делать. В те условия, представляете, это когда холера, собственно, гуляла здесь и люди там тоже, там не только духовенство, там было множество людей, которые участвовали в этом. Но у нас сейчас мы в ограниченном кругу, но все-таки сделали крестные ходы и при этом соблюдая все нормы, эпидемиологические нормы защиты. Вот. И этих крестных ходах, если брать исторически, они сопровождались как раз скорейшим покиданием от тех или иных мест этой эпидемии. Но опять же все Господь, судя по истории, Господь отодвигал время для того, чтобы человек действительно, собственно, менял себя, чтобы каялся своих личных каких-то прегрешений. У каждого они есть свои, к сожалению, они есть. Ну и хотел бы, конечно, вспомнить две исторические личности. Это святители, в частности, святители, которые впоследствии были колонизированы, это новгородский архиепископ Василий Калика, прославленный в 15 веке. Он жил в 1832 году, чума была, и с Пскова пришли люди, которые попросили, умоляли его прийти с крестным ходом вокруг псковской чумы. И впоследствии, обойдя крестным ходом, он заболевает и умирает. Его святители возвращают в Новгород, где новгородские клирики и множество народ пришло попрощаться своим архиереем, впоследствии тоже заражается, и это источником является распространение инфекции. То есть, говорить о том, что инфекция, она каким-то образом не распространяется на людей, даже впоследствии ставшие святыми, это нельзя говорить. То, что в Пскове прекратилась инфекция, это одно, но то, что она забрала жизнь святителя, который непосредственно пошел на то, чтобы просить у Бога избавления, это второе. Ну, и еще одна личность, это святитель Филарет Гумилевский, который был архиепископом Черниговским и Нежинским. Он был в период уже не чумы, а как раз это 19-й у нас был век, холера там была, да, в то время, ну, по всей стране в просути была холера. И он тоже с крестным ходом вошел в пределы своей епархии, заболел в итоге и умер от холеры, но с момента смерти святителя холера отступила от пределов его епархии. Очень важно отметить, что вот в этом крестном ходе, который мы объезжали вокруг города, частичка мощей в знаменском храме она хранится именно Филарета Черниговского, соприсутствовала с нами, то есть мы святыними вышли, в частности, частичка Филарета Черниговского. И когда мне передали эту частичку, я не понимал вообще смысл того, почему она находится. А так, как бы Господь промыслительно все устроил, нам передали с Украины тогда еще не было трудностей в передвижении, да, то есть нам передали частичку мощей на то время святителя Филареты Черниговского и до сих пор она хранится. Думаю, что в этот день как раз таким свидетелям необходимо особенно обращать внимание, как они собственно были участниками и жителями тех инфекций в того или иного периода жизни. Ну, нынешнее время, нынешняя ситуация, она уже, если не сказать, что изменила полностью сознание и вообще многих людей на земле, но по крайней мере очень многие уже сделали определенные выводы из этой ситуации, что-то вынесли из нее, вот как церковь, какие она делает выводы непосредственно священники, которые вот видят, как проходит эта пандемия, как прихожане себя ведут лишенные, допустим, некоторых таинств, совершения обрядов, участие в которых было для них ну таким, в общем-то, обыденным делом. Ну, одно из наблюдений, я думаю, что каждый из вас заметил, что человек начинает ценить тот или иной предмет или ту или иную ситуацию только тогда, когда теряет ее. Теряем мы близкого, по сути говоря, до того, как мы его потеряли, мы к нему не так близко и хорошо относились со свое время, а как только человек потерял близкого человека, тогда он с большей силой начинает помнить то хорошее и доброе, которое было между близкими. Так и в отношении церковной жизни сейчас мы знаем, что есть определенный запрет в обсещении богослужений. И я думаю, что это и для нас очень болезненно, потому что приход не мыслится без прихожан. И в отсутствии прихожан это тоже такое испытание перед таким праздником, как Пасха, как Воскресение Христово. Поэтому мы действительно чувствуем то, что мы в какой-то степени потеряли связь. Для нас это очень печально проходит. Каким выводом мы можем прийти? Единственный вывод исторически мы видим, что следствие любой эпидемии это жизнь, неправильная жизнь. И тем более, что это не только в нашей стране, во всем мире это проблема. Исходя из этого, мы действительно понимаем, что виноваты во всем все мы, не исключая даже священнослужителей и иерарх. Я думаю, что все мы виноваты в том, что происходит сейчас вокруг нас. В данном случае мы можем только объединить свои усилия молитвой. Естественно, мы знаем, что было принято решение на территории нашего округа молиться об избавлении от этой эпидемии. Восемь часов мы все собираемся за общей молитвой по домам. Каждая молитва по соглашению. Да, как бы по соглашению в одно время мы эту молитву читаем все. Поэтому, я думаю, верующий человек, неверующий человек, я думаю, каждый может прочитать и с него не избудет это. Потому что беда общая. Что касается прихожан, многие прихожане потеряли участие в Таинстве Исподи и Причастии. А для православных христианин это очень важно. Святейший Патриарх делал акцент на жизни Марии Египетской, преподобной Марии Египетской, которая, собственно, после осознания своей греховности удалилась в пустыню и там очень много лет прожила, не причащаясь, но при этом проводила не беспечно свое время, а все-таки обращая внимание на свои грехи, старалась бороться своими мыслями даже от этих грехов. Вот я думаю, что это как раз нас подвигает тоже в это время, особенно, даже Господь нас, по сути говорят, лишает возможности участия в Таинствах Исподи, причастия в такой великий день, как Пасха Христова. Мы должны всегда задуматься почему это и стараться все-таки прежде не праздно проводя время, а стараясь в молитве, сугубо молить, потому что Мария Египетская ни одну Пасху пропустила, находясь в пустыне и молясь об избавлении своей прегрешения и мысли, чтобы таким образом мы впоследствии действительно смогли в быстрые сроки совладать с этой болезнью, ну, конечно же, не без помощи медика, потому что медики сейчас это очень важно, их надо молительно поддерживать, чтобы они в первую очередь нашли соответствующие лекарства для быстрейшего излечения, чтобы они смогли бороться за каждую жизнь, за каждого человека, чтобы на это была возможность и сил, чтобы их хватало этих людей в период этого избавления. Я думаю, что таким образом сообща мы все-таки преодолеем и сделаем переоценку, я думаю, что многие сделали переоценку. Я буду говорить о том, какие мы все лично делали переоценки, но я думаю, что каждый сделал переоценку своих дел, поступков, мыслей и надеюсь, что это позволит каждому прежде всего говорить о связи, которая теряется, но не совсем она потеряна, и в этом помогают и онлайн-трансляции богослужений, по крайней мере, может каждый человек, подключившись к социальной сети, присутствовать на богослужении, по крайней мере, пусть без причастия, но молительно участвуя, молясь вместе с духовенством и так далее. Такая возможность будет и на Пасху, кроме онлайн-трансляции, будет и трансляция на радиоканале «Югра» и, естественно, в телеэфире «Югра» и частично до двух часов ночи будет наша трансляция пасхальная на телеканале «Отвер». Я думаю, что в любом случае тот, кто не сможет попасть в храм, он сможет поучаствовать в этом богослужении пасхальном и принять эту пасхальную радость и от митрополита Павла, и от духовенства, от священников, которые будут... Наверное, каждый храм практически, он в любом случае будет эту трансляцию организовывать. Это сейчас необходимо. Время такое у нас есть, чтобы вы могли в завершении нашей встречи отец Леонид пожелать нашим слушателям в преддверии вот этого праздника. Ну, я немножко хотел бы еще сказать про онлайн-трансляции. Да, действительно, они будут и сейчас на всех площадках довольно нового прихода стараются запустить тоже в группах ВКонтакте запустить вот эти все онлайн-службы, даже страстной сетьми, ценности, не только пасхальной, потому что, действительно, человек нуждается в молитве. Но я надеюсь, что человек будет стараться и в это время не праздно проводить, а все-таки слыша и видя те богослужения, быть сопричастны на удаленке. Вот. Ну, и также хотел бы сказать, многие переживают за то, что не могут там помолиться за своих родных, за богослужения, потому что, ну, литургии же идут, мы же частички вынимаем все, а прихожан нет, они не подают свои записки. Так что вот эти все возможности, чтобы помолились за вас и ваших близких в эти светлые дни и в страстную сетьмицу, вы можете это все сделать тоже на удаленке, то есть есть, в группах есть соответствующая информация у каждой группы того или иного прихода, то есть, если вы прихожанами является, например, Воскресенского кафедрального собора, вы можете эту информацию подчерпать в группе ВКонтакте Воскресенского. То есть удаленно можно подать записки о здравии и поминовении своих близких, да, и заказать и саркауст, и все остальные службы требуют, да? Да, и даже попросить, чтобы поставили свечу определенную за того или иного близкого, вот все это можно совершить сейчас даже не выходя из дому, это исключительно такие случаи, и жизнь нас заставляет того, чтобы хотя бы можно было молиться за тех людей, чтобы они не приходили в храм, вот таким образом, поэтому, собственно говоря, у каждого прихода, у каждого прихода есть своя страница, практически у каждого ВКонтакте, и там есть размещенная информация, как они могут задать в тот или иной храм, заказать пожертвование, поминовение усопших, вот, или о здравии своих близких, то есть всех, и поставить свечу, соответственно, то есть это может, человек захочет в разные храмы одновременно, то есть это не воспрещено, но такая возможность сейчас уже есть. А пожелать я бы хотел, дорогие братья и сестры, хотел бы в преддверии Пасхи пожелать всем премудрости Соломоновой, потому что в такое сложное время человек может, так сказать, надумать то, чего не существует, поэтому мы должны быть всегда премудры, всегда стараться молиться, ну и готовить себя к таинству причастия, когда оно случится, мы не знаем, но готовить, всегда себя готовить, как готовила эта Мария Египетская, ну и память, что Господь воскрес, да, завтра мы будем себя поздравлять приветствиями, кто там по телефону, кто по другим способам, или домашних своих будет поздравлять с воскресением Христов, мы будем говорить, Христос воскресе, воистинное воскресе, а апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, то для нас вера тщетна, да, если для нас действительно вера жива, то мы должны напоминать себе о том, что Христос воскрес, а раз воскрес Христос, то победа жизни над смертью уже состоялась, и ничего не бояться с памятой о воскресении Христова, но при этом разумно подходя к этой ситуации. Всех с воскресением грядущим. Спасибо огромное, отец Леонид, сегодня в студии программы «Благовесть» на радио «Комсомольская правда и игра» был председатель отдела социального служения и благотворительности Бортков. До скорой встречи!